Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 августа, и я хочу поговорить именно, вот сейчас самая актуальная тема, о том, стоит ли собирать зеленые плоды, в каком случае их собирать у томатов зеленые плоды, я имею ввиду, и как их хранить. Вот те, кто только начинает выращивать томаты, они все, конечно, слышат, что осенью нужно зеленые плоды срывать, нести домой. Ну как? Когда? Какие? Где их хранить? Мы сейчас вот обсудим все это, и для начинающих хоть какие-то ориентиры будут. Вот сейчас у нас стоит солнечная погода, вроде бы еще, ну как, неплохая, но скорее всего через недельку или через две будет сырая холодная погода. Я сейчас расскажу, в каких случаях я снимаю свои плоды, и как это, ну все-таки рекомендуется в такую погоду снимать. Вот в каких случаях лучше всего снять плоды зелеными и дозаривать дома, и это им будет лучше, чем оставить их на улице. Если у вас стоит длительная, дождливая, например, сырая погода, и возникла фитофтора, в этом случае плоды нужно снимать обязательно. Пока с листьев, вот со стволов до плодов не дошло, пока фитофтора не проникла, туда не проросла, вы можете этот урожай снять и сохранить, он у вас дозарится и дома. Еще, даже если нет болезни, но утренние вот такие холодные росы бывают в августе, которые могут, ну тоже повредить посадки, и если ночные температуры сильно низкие, например, вот еще при 10 градусах я держу, при 8, но если уже опускается 4-5 градусов, это очень низкая температура, при такой температуре плоды у вас лучше им будет, если они будут у вас дома. В этом случае мы снимаем. Но еще нужно поговорить о том, какие плоды снимать, и как их потом хранить, чтобы вкус был приближен к тем плодам, которые вызревают у нас на улице. Потому что не секрет, некоторые томаты, которые мы заносим домой, они у нас становятся такими, ну невкусными и не очень похожи на томаты. Сейчас я пройду по дорожке, осторожно, боюсь, смотрю-то не на пол, боюсь, что запнусь. И вот насчет этого, какие же все-таки плоды снимать, тут тоже есть правило. Если вас время не очень торопит, то лучше всего снимать плоды не совсем зеленые, а именно в фазе, когда они бурые, или вот такая бывает молочная спелость. Вот хотела вам показать, но нет примера, потому что обобрала уже все, которые бурые. Вот смотрите, томаты есть совсем зеленые. Подошла вот на Казанову, думала, висит, нет, он весь еще зеленый. Так, сейчас проберемся. Вот такие, когда совсем зеленые, конечно, лучше, если есть возможность, они бы еще повисели. Вот видите, совсем пробка-пробкой. Такие томаты, они не будут сладкими. Если вы снимете бурые, или вот такие, как чуть посветлевшие в фазе молочной спелости, то они дозариваются прекрасно, они почти ничем не будут отличаться. Вот снимаем в первую очередь вот бурые, которые молочная спелость. И если уж совсем край, совсем беда, то снимаем все подряд. Но там мы их рассортировываем дома. Сортировку проводить обязательно, потому что бурые и вот в молочной спелости они поспеют в первую очередь. А зеленые, которые как пробка, они будут дольше у вас лежать. Дальше, как хранить? Тут зависит от вас. Если вы хотите, чтобы томаты поспели побыстрее, хранить их нужно при комнатной температуре 25 градусов. За две недели даже самые зеленые томаты в тепле поспевают, они у вас поспеют. Если вы хотите растянуть вот это созревание, дозаривание, то укладывайте их тогда или в подвалы, или в другие помещения, где температура низкая, 5-10 градусов. Так можно растянуть это удовольствие на месяц, тогда они позже поспеют. Ну и способов хранения очень много. Самые распространенные это укладываются в ящики или в коробки. Лучше всего в один слой, чтобы они не давились. Но можно и в два слоя, если они не очень крупные. Кто-то укладывает в стружку, кто-то укладывает, заворачивает в газетку. Все эти способы используются, все они работают. И еще, когда вы занесли томаты домой, их нужно рассортировать. Конечно, треснувшие и какие-то побитые, деформированные, но которые долго не вылежат, их сразу убирайте, потому что от них могут загнить и другие плоды. И часто еще вопрос задают, с плодоножкой или без плодоножки срывать. Я всегда срезаю с плодоножкой, потому что когда зеленый плод начинаешь отрывать от плодоножки, у него еще естественного, как этого, ну короче, он естественным образом еще не отрывается от нее. Он еще как связан с материнским кустом и можно сильно повредить. Поэтому лучше все-таки советую срезать с плодоножкой, так они более целые, потому что даже если вы этого повреждения не увидите, вот вы оторвете, вы не увидите, что там крошечная такая трещинка, а она все равно там есть, может попасть инфекция и загнить. И еще всегда храню лицом вниз, то есть плодоножкой вверх. Если, например, я на подоконнике их дозариваю, то можно пройти глазом, посмотреть, обычно все болячки, все гнияния, все-все-все, начинается от плодоножки. Если вниз плодоножкой покласть, положить, то вы, может быть, не увидите, что помидорка уже начала загнивать, она у вас пролежит, время будет упущено, и вы ее потом скушать не сможете. И еще, ни разу так не делала, но читала и слышала, что после того, как занесете домой, некоторые даже прогревают в духовке при 40 градусах в течение 2-4 часов, такая лояльная, безопасная температура. Ну, вроде как говорят, убивается инфекция при такой температуре, и после этого они созревают еще быстрее. Если кто-то хочет, попробуйте. Я ни разу не пробовала, потому что много зеленых помидор я не дозариваю, не срываю. Я стараюсь срывать, чтобы висели до конца спелыми, но которые не поспевают на макушках мелкие, значит, те погибают, потому что у меня томатов очень много, и я не закладываю вот эти зеленые очень редко. Но вот те только, которые уже такие вот хорошие, большие, бурые, вроде которые вот-вот поспеют, но им чуть-чуть не хватило, те я закладываю. Сейчас еще самая главная проблема, нужно убирать все макушки. Видите, какой Казанова вырос, два с лишним метра. Уже средина августа, ну, можно сказать, что первая декада прошла, он еще завязывает, завязывает свои плоды. Еще так, что нам до снятия зеленых плодов еще далеко, но это все равно должен знать каждый. Потому что, мало ли, сейчас раз все переменится в одну минуту, начнется сырая, холодная погода, и нужно будет срочно снимать вот эти плоды, хотя бы какую-то часть урожая, чтобы сохранить. Все, с вами была Ольга Чернова. Надеюсь, я кому-то, новичкам нашим, начинающим, вот этим советам помогу, которые совсем не знают, как, куда ложить, какие снимать, как их хранить. Вот немножко хоть такие, как сказать, определила я границы, рамки, что вот так снимать, вот так хранить. Все это, конечно, простейшее, как говорится, элементарщина, но некоторые, если вы ни разу в огороде не были, ничего не выращивают, не знают этого. Конечно, мы с трещинками не закладываем, потому что многие жалеют, вот чуть лопнутое ее ложат зеленую, не нужно. Это все сразу в переработке. До свидания.